Глава КОМИ поручил Минздраву региона провести тщательную проверку по инциденту, произошедшему в республиканском кардиодиспансере. Цитирую. Недопустимая ситуация, когда мы вкладываем огромные средства в отрасль, здравоохранение, говорим о готовности бороться за здоровье и жизнь наших граждан, а в итоге молодая мама становится инвалидом. Чтобы не бросать тень на всю медицину региона, необходимо провести самую тщательную проверку инцидента. Напомним, 29-летняя женщина стала инвалидом после неудачного кесарево сечения. Виктор Прокушев разбирался в ситуации. Просто подержать своего ребенка в руках для Любови Кучинской теперь непростая задача. Швы после операции затягиваются медленно. Боль в брюшной полости до сих пор не утихла. С ужасом она вспоминает те пять дней после кесарево сечения, когда она жаловалась на нестерпимую боль в животе, а персонал больницы никак не реагировал. Мол, так и должно быть, рассказывает женщина. Стала ей говорить, что в туалет я так и не сходила, газов у меня так и не было. На что она, я вот, я ей сказала, не могли они что-нибудь мне там пришить. На что она сказала, не могли. Вот я не знаю, почему-то как будто я почувствовала, что что-то не так вот именно пришили. Когда на пятый день после кесарево состояние женщины стало критическим, врачи родильного отделения кардиоцентра все же приняли решение вызвать опытного специалиста из республиканской больницы. Тот, осмотрев пациентку, констатировал, необходима немедленная операция. Сначала в Эшве оперировали, выводили стому, вот сюда, в пакет, значит, чтобы. Вот, оперировали там. Потом я только очнулась, а в машину меня ложили под капельницей, и опять я уснула. Проснулась уже в республиканской больнице, и там, значит, уже по-женски меня стали. Уже уговаривают, что надо удалять, потому что уже там нечего было уже спасать. Или за жизнь, как говорится, или удалять матку. После операции, когда измученная женщина пришла в себя, ей сообщили. Инвалидом она стала из-за того, что в роддоме, зашивая разрез, врачи случайно пришили матку к кишечнику. Ошибка из кулапа обернулась для женщины реальной немощью. Понятно, оставить это просто так она не могла, и обратилась за помощью к адвокату. Там есть протокол, нормально напечатан, в печатном виде. Есть четыре, не знаю, так назовем их, специалиста, которые выполняли эту операцию. То есть все это зафиксировано, каждая фамилия, имя, отчество, все указано. Поэтому в настоящее время сейчас надо, чтобы правоохранительные органы изучили всю эту документацию, привлекли лиц, обладающих специальными познаниями. И мы единственное, на чем мы будем настаивать, это чтобы медицинская экспертиза, она проходила не, так скажем, в ангажированных медицинских учреждениях, подчиненных Минздраву и Республике Коми. То есть мы, конечно, будем настаивать на кировской, пермской экспертизе, потому как есть определенные опасения. Свои опасения адвокат связывает с тем, что во врачебной среде не принято грешить на профессионализм коллег по цеху. Однако главврач кардиоцентр считает иначе. Я как главврач, конечно, могу ходить и ругаться, и матюгаться, и все что угодно. Отрывать бошки, это моя кухня, это моя семья, которая здесь. Моя позиция по этому поводу, который произошел по этому случаю у данной пациентки, совершенно однозначно, мы принципиально подошли к проверке, когда ничего скрывать не собираемся. То есть все будет объективно. И я думаю, что выводы будут сделаны и комиссиями Минздрава, ну и потом органам МВД, которые займутся этим расследованием. Как сообщил Александр Кузнецов, первые результаты внутреннего расследования озвучат уже в эту пятницу. Все материалы будут предоставлены в правоохранительные органы. Виктор Прокушев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.